Девятиклассники Депутаты парламента Кыргызстана в срочном порядке меняют законы и кодексы, которые они сами и приняли. Американские родители привезли удочеренную кыргызскую девочку на родину, чтобы знала свои корни и язык предков. Я помню эту сумку лет 7. Мы с ней играли, складывали сувениры. Мама рассказывала, что привезла ее из Кыргызстана, а когда родители приезжали меня забрать. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане подростки сняли на видео жестокое избиение школьников, после чего опубликовали шокирующие кадры в интернете. Ролик очень быстро разлетелся по соцсетям и заинтересовал правоохранительные органы. Оказалось, ученики девятых классов из трех школ избили своих сверстников. Власти в экстренном порядке собрали комиссию, которая должна разобраться в произошедшем. Шалпана Разбекова расскажет подробнее о резонансном случае. Эти кадры немедленно собрали тысячи просмотров в соцсетях. Пользователей заинтересовало, где именно творится такой беспредел и наказаны ли зачинщики избиения. На кадрах видно, как группа учеников унижает двух сверстников, пытается потушить о них сигарету, далее начинается избиение всей толпой. Несмотря на то, что такие ролики в соцсетях уже не редкость, они не перестают удивлять пользователей своей жестокостью. Мы тоже в школе дрались, но у нас были правила один на один и лежачего не бьют. Говорят, что это Южно-Казахстанская область. Нужно найти и всех наказать, и детей, и их родителей. Сейчас опять скажут, что преступникам нет 14 лет, но для таких есть спецшколы. Не должно преступление быть безнаказанным. Все идет с ТВ. Всякие фильмы про братву, банду, бумер, бригаду и прочее. У них там в Южно-Казахстанской области эпидемия и осложнения дают на мозги, что ли? Как ни печально, Казахстан на третьем месте в мире по преступлениям насильственного характера над личностью. Да мне кажется, их родители не лучше. Многое зависит от воспитания. Место драки полицейские установили оперативно. Инцидент произошел в Южном Казахстане, в городе Туркестан. Уверяют, драчуны будут наказаны и даже, возможно, вместе с родителями. Все участники хулиганских действий установлены. В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса «Хулиганство группой лиц». Учитывая обстоятельства, при которых пострадали подростки, Министерство внутренних дел намерено детально разобраться в произошедшем и инициировать перед местным и исполнительным органами региона проведение комплекса профилактических мероприятий. Несмотря на то, что инцидент произошел еще на прошлой неделе, педагоги агрессивных подростков о произошедшем узнали только сейчас. И все как один характеризуют своих учеников положительно и утверждают, что такого от них не ожидали. Один из тех ребят, кто избивал, мой ученик. В школе у него поведение всегда было хорошим. Он принимает активное участие в школьных кружках. Я видела это видео. Я, конечно, не ожидала, что мой ученик на такое способен. И мы приносим свои извинения родителям пострадавших детей. Мы смотрели это видео вчера. Из нашей школы только один ребенок. И он никогда не был в числе драчунов. Он из полной семьи. Я говорил и с ребенком, и с его родителями. Ранее, оказывается, был конфликт. Но какой именно, мы пока не выяснили. В кадре избиения шокировали даже родители и драчунов. Одна из мам просит простить ее сына. Женщина понимает, что к уголовной ответственности ее ребенка все же привлекут. Все, что я хочу сказать, прошу прощения у всего народа, у родителей тех ребят и у самих детей. Прошу прощения за сына. Другой вопрос. Какое последует наказание? Оно может быть условным, так как преступление совершено впервые, да и положительная характеристика может серьезно помочь драчунам. Но это решат в суде. Есть еще сознательная, здоровая часть. Они говорят, все, останавливайтесь. Если они дальше пойдут, то они могут убить. Психолог Светлана Кудеярова изучила ролик. Считает, что причиной подобной жестокости может быть атмосфера в семье. Но не стоит и забывать о трудностях переходного возраста. Есть еще одна, возможно, главная причина такого поведения школьников. Избивать и при этом снимать на видео – это мода и издержки современного мира. Ребенок берет за модель поведения своих родителей. То есть, возьмем конкретно вот это видео. Скорее всего, в семье этих детей все-таки присутствует жестокое обращение. То есть, либо там отец поднимает руку на маму, либо родители время от времени избивают детей. Чтобы избежать подобных инцидентов, психолог рекомендует с детства не применять к детям физическое наказание. Да и ограничения в просмотре телевизионных программ и интернета тоже не повредит. Что же касается подростков из видео, то в статистику уголовных дел они все же попадут. Ответить за произошедшее, к слову, может и педагогический состав. Тем временем, в прошлом месяце каждый третий ребенок во всем мире хотя бы раз становился жертвой травли, подвергался физическому насилию со стороны сверстников. Вместе с тем, во многих странах мира число таких случаев сократилось наполовину. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО. Эксперты собрали информацию по 144 странам мира. В Казахстане депутаты предлагают поменять название страны. Казахстан в будущем может стать Казахской республикой. С такой инициативой выступил Азад Перуашев. Свой запрос он адресовал премьер-министру парламентарии. Напомнил, что в 2020 году исполнится 100 лет со дня образования Казахской республики в составе СССР. Перуашев от имени партии Акжол предложил на государственном уровне отметить эту дату и вернуть официальные номинования страны Казахской республикой. По мнению депутата, возвращение республики исконного имени Казахская восстановит историческую справедливость и даст огромный импульс для единства и дружбы всех народов в стране. Перуашев также отметил, что название Казахская республика нужно использовать наряду с привычным Казахстаном. Я напомню, в 2014 году Назарбаев высказал мнение о смене названия страны. Тогда он заявил, что со временем нужно рассмотреть вопрос перехода на название страны Казах-Елим, казахский народ. Но это нужно будет обсудить с народом, говорил Назарбаев. Сегодня в Астане официально стартовал ранее объявленный властями год молодежи. Его открыл президент страны Нурсултан Назарбаев. Собравшийся молодежи, он пообещал арендное жилье от государства и посоветовал, где именно искать работу. Одной из основных проблем для Казахстана остается отток молодых специалистов. По данным Министерства общественного развития, 40% молодых людей до 29 лет желают покинуть страну из-за отсутствия работы и некачественного образования. Светлана Глушкова побывала на церемонии. Каллиграфия – одно из хобби Дениса Корякина. Ему 23 года, он фотограф, артист и акробат. Занимался фристайлом. Два года назад приехал покорять столицу Казахстана из Павлодара. Работал тренером по акробатике, а потом прошел кастинг в культовый мюзикл «Ноттердам де Пари». Его премьера на казахском языке состоялась в Астане в прошлом месяце. Свою дальнейшую судьбу Денис не связывает с Казахстаном. Говорит, хочет уехать в США, чтобы развиваться в свободной стране. Люди зависимы от мнения других в таком плане. Тут меньше свободы слова, как там. Там это более развито. Поэтому хочется ощущать себя свободно и комфортно в этом плане самовыражения. Сегодня в Астане Нурсултан Азарбаев торжественно открыл Год молодежи. Специально к мероприятию придумали логотип года. Это полет клина журавлей во время ежегодной миграции. Пользователи социальных сетей это немедленно связали со стаи молодых людей, которые уезжают из страны из-за невозможности реализовать себя на родине. Однако о проблемах молодежи пишут чаще в интернете. С трибуны при президенте об этом не говорят. Зато предлагают открыть первое в мире министерство маркетинга. Миссия которого будет заключаться в ребрендинге Казахстана на мировой арене. Данное объединение может стать платформой для развития и поддержки улучшения пиар-служб во всех ведомствах. Популяризация нашей идеологии Рухани Жанру не только среди граждан республики, но и за рубежом. По мнению блогер Насимы Корганбековой, которая поднимает в своих публикациях проблемы молодежи, все эти презентации с трибуны и красивые речи прошлый век. По ее мнению, молодежь уезжает из страны из-за низкого качества жизни. И невозможности найти хорошую работу, которая была бы еще и по душе. На первый взгляд программ и проектов, поддерживающих молодежь, очень много. Но когда разбирать начинаешь это детально, участвовать, пытаться через это все, получить помощь, поддержку, реализовать себя, получается то, что там огромная бюрократическая машина, которая требует много времени, сил, усилий, чтобы вот это все пройти и достичь какого-то конечного результата. По словам Нурсулзана Назарбаева, около 300 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет нигде не учатся и не работают. Хотя работу найти всегда можно, считает президент. Например, устроиться няней или уборщицей. Но вот платят за это в Казахстане немного и идут на такие места чаще всего от безысходности. Светлана Глушкова, Ганзатус Панов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. До президентских выборов в Таджикистане еще далеко, а на горизонте уже появились прецеденты на высший пост. Бывший соратником Омли Рахмона по Народному фронту Куваттали Муродов объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году. Эксполевой командир считает своим долгом, цитирую, «сломить всеобщий страх, который воцарился в Таджикистане в последние годы». Сам Муродов считает маловероятным свое избрание на главный пост, однако сам факт выдвижения самостоятельного кандидата на предстоящих выборах должен сломить политику страха, говорит он. Между тем, на громкое заявление Муродова отреагировали в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана. На официальном сайте ведомства уже опубликовано несколько статей против будущего оппонента Эмом Али Рахмона. В одном из них неизвестный публике автор даже посоветовал Муродову пройти медобследование на факт адекватности. Зам. директора Центра считает, что сама инициатива Куватали Муродова доказывает, что в таджикском обществе нет страха. Тем временем Куватали Муродов утверждает, что после своего решения он оказался под давлением. В своем интервью он рассказал, что не хочет ни с кем враждовать, а лишь намерен использовать свое законное право. Напомню, срок президентства Эмом Али Рахмона истекает в ноябре следующего года. В соответствии с Конституцией Таджикистана действующий президент имеет право баллотироваться на главный пост неограниченное количество раз. Сами в шоке. Сегодня в парламенте Кыргызстана обсуждали принятые кодексы и законы, которые вступили в силу с начала этого года. При этом народные избранники удивлялись нормам, которые сами и утверждали. Продолжить тему Джазголи Гембердиева. С 1 января наступившего года в Кыргызстане вступили в силу 5 новых кодексов и 2 закона, направленные на обеспечение безопасности и правопорядка. Практически сразу же начали выявляться недоработки и нестыковки. В обществе назревает негодование, а потому парламент и правительство вынуждены пересмотреть уже принятые законы. Хотя потратили на их разработку более двух лет и свыше 13 тысяч евро. Сегодня в парламенте прошло второе заседание, посвященное пересмотру уже принятых кодексов. Началось оно с недовольства самих депутатов. Премьер-министр столь важное событие проигнорировал. И когда приглашаются первые лица, они приглашаются не из праздного любопытства, а для того, чтобы принять стратегические решения, которые возможны только на уровне первых лиц. Я считаю, что на сегодняшний момент недопустимо такое игнорирование заседания, пленарного заседания Чукор-Ку-Кинеша первыми лицами. К слову, многие депутаты и сами отнеслись к заседанию, мягко говоря, безответственно. Были зарегистрированы только 70 из 120 народных избранников. По ГАИ пьяного водителя штрафуете на 17 тысяч сомов. Это неправильно, потому что она платит штраф и будет дальше пить за рулем. А если он за рулем с семьей и что-нибудь с ними случится? Поэтому надо отбирать права. От трех до пяти лет не разрешать водить авто. А если должностное лицо, то надо еще и его этику рассматривать. Если чью-то почку незаконно трансплантируют, то это, согласно новому кодексу, проступок. И тот, кто это сделал, отделается лишь штрафом. Но ведь это же уголовное дело, это же позор. Надо срочно менять такие моменты. А мы поддержим. Вице-премьер-министр перенаправил депутатские вопросы экспертам, которые разрабатывали новые кодексы. Но и здесь не обошлось без коллизий. Не все из разработчиков пришли на заседание. А те, кто были, переводили стрелки на самих же депутатов. Минимальные наши жизненные расходы, заработная плата. Все кырганстанцы прекрасно знают. Можете обратиться в статистический комитет, нам ответ скажут. А именно 5500 сумм. Я ваших подходов, так и логику не вижу в этом. Вообще очень много вопросов в экспертной группе. И поэтому плевание является сейчас нарушением. Потому что именно вы, депутаты, включили это в эту статью. Так же, как и сжигание листьев. И депутаты, и члены правительства, и эксперты пытались оправдать себя. Мол, моя хата в этих недоработках с краю. По этим пяти кодексам и двум законам никто не привлекается к ответственности. Поэтому, уважаемое правительство, вы должны решить, кто ответственен и какое наказание он должен понести. То ли под воздействием эмоций, то ли от смелости, лишь один из народных избранников высказал версию, более похожую на правду. Мол, откуда такие казусы возникают в законопроектах. Сейчас сидим и обсуждаем недоработки в уже принятых законах. Это позор для нас всех. Не надо друг на друга сваливать ответственность. Это должно быть уроком, ведь таких примеров много. Есть законы, которые мы принимаем с третьего чтения. Другие же со второго или даже с первого. А почему торопимся? Потому что нам сверху президент сказал. Вот и тогда из администрации президента был приказ быстро принять эти кодексы. Об этом же надо открыто говорить. Почти весь рабочий день депутаты и члены правительства потратили на обсуждение уже принятых кодексов и законов. Депутаты предложили Кабинету министров работать днем и ночью, чтобы доработать кодексы как можно скорее. Внесен ряд предложений, правительство вроде как обратило на них внимание. Но непонятно, сколько еще времени потребуется для того, чтобы устранить все правовые казусы. И самое главное, не факт, что новые кодексы не вызовут волну очередного общественного негодования. Притеснение по религиозному признаку. Участника религиозной организации «Свидетели Иеговы» приговорили в Туркменистане к двум годам тюрьмы. Причина – отказ служить в армии, что категорически запрещено последователям этого религиозного течения. Суд огласил свой вердикт по делу жителя города Сейди Азамаджану Наркулееву еще 7 января. На суде парень заявил, что готов на альтернативную гражданскую службу. Однако законодательство Туркменистана такой возможности не предусматривает. Представители «Свидетели Иеговы» в Туркменистане крайне обеспокоены тем, что еще с осени прошлого года военкоматы стали вызывать мужчин, ранее освобожденных от военной службы по медицинским показателям. К военкомам приглашают даже уже отслуживших мужчин. Вероятно, речь идет об экстренном учете резервистов, который власти страны проводят в последнее время. В Туркменистане отбывают тюремные сроки 12 последователей и «Свидетели Иеговы». Трое из них получили два года тюрьмы, 9 человек, один год лишения свободы. В Туркменистане деятельность «Свидетелей Иеговы» не запрещена, как, например, в Таджикистане или в России, но организации отказывают в официальной регистрации. Фактически в стране признают лишь сунницкий ислам и православную церковь. Смотрите далее в нашей программе. Американские родители привезли удочеренную кыргызскую девочку на родину, чтобы знала свои корни и язык предков. Я помню эту сумку лет семи. Мы с ней играли, складывали сувениры. Мама рассказывала, что привезла ее из Кыргызстана, когда родители приезжали меня забрать. Мы продолжаем выпуск. В Узбекистане решили перечитать все деревья в стране. Уже до 1 марта должно быть разработано методическое пособие по учету деревьев, не входящих в Государственный лесной фонд. А до 1 июня проведена их полная инвентаризация. Под учетом подразумевается установление количества деревьев, определение их вида, возраста, диаметра стволов, географического местоположения и других параметров, а также введение специального реестра. В Госкомэкологии Узбекистана сообщили, что инвентаризация будет касаться деревьев и кустарников, высаженных в стране в целях благоустройства, предотвращения эрозии почвы, опустынивания, в том числе деревьев, высаженных у дорог. Учет деревьев будет проводиться 1 раз в 5 лет весной. Деревья 100 лет будут включены в отдельный реестр и хранятся как памятники природы. Старовозрастные деревья должны быть окружены специальным металлическим ограждением. Щедрый дар олигарха российский миллиардер Алишер Усманов подарил Ташкентскому исламскому центру редкие книги на 8 миллионов долларов. Об этом сообщил директор центра Шуазим Миноваров. В коллекции насчитывает 4923 книги. Как передает Национальное информационное агентство Узбекистана, коллекция представляет собой собрание редких книг на латыни, английском, французском и немецком языках о влиянии исламского мира на Европу. Они изданы с 13 века. Среди уникальных экземпляров и первый латинский перевод канона врачебной науки Абу Алиибин Сины Авиценны. Я напомню, Алишер Усманов уроженец на Манганской области Узбекистана в рейтинге российской версии журнала Forbes. Его состояние в прошлом году оценивалось в 12,5 миллиардов долларов. Прошлым летом он продал свою долю акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» и пообещал, что вырученные деньги направят на проекты в Узбекистане и, в частности, на Центр исламской цивилизации в Ташкенте. Ранее бизнесмен заявил, что в него он уже вложил 100 миллионов долларов. Покидая родину, 12-летнюю кыргызскую девочку Одри Ассель удочерили 11 лет назад. Все детство она провела в Соединенных Штатах. И вот за последние полгода она познакомилась с кыргызским языком и узнала места, которые раньше видела только на фото. Подробнее расскажет Дарья Тимофеева. Последние фото – в копилку воспоминаний о Кыргызстане. Уже утром Одри Ассель будет смотреть на бишкек из иллюминатора самолета. Домой в Соединенные Штаты Америки она возвращается с увесистым багажом подарков, а главное – с хорошими впечатлениями о стране, где родилась. Из Токмокского детского дома Одри Ассель увезли восьмимесячной малышкой. К приемной семье факт удочерения никогда не скрывали. Напротив, с раннего детства знакомились с кыргызскими традициями и культурой. Активно участвовали в мероприятиях посольства Кыргызстана в США. Первый раз, когда мы приехали в Кыргызстан, мы были молодыми родителями. Не смотрели на виды, мы волновались и думали о том, как подарить заботу нашему ребенку. И все же можно сказать, что Кыргызстан значительно преобразился за 11 лет. Появилось много торговых центров, парки стали ухоженнее, жить здесь стало легче. Поездку на родину Одри тщательно планировали, не раз переносили. Хотелось не каких-то мимолетных впечатлений, а чтобы у дочери появилась крепкая внутренняя связь с Кыргызстаном. На международное удочерение Кара и Вэй решились по совету соцработника. 11 лет назад они оказались в числе первых зарубежных усыновителей в нашей стране. Я даже не покупала детскую одежду, потому что не верила, что это все случится. Когда мне позвонила соцработник, я была на работе. Она спросила, сижу ли я. Я сказала, да. И тут она говорит, что нам нашли ребенка. Я начала плакать. Все сомнения и страхи улетучились в тот момент, когда родители впервые взяли дочь на руки. Никаких проблем в воспитании не возникало. А после решились усыновить еще и сына. Спокойная и вдумчивая Одриа Сель стала для брата наставницей. Я помню эту сумку лет семи. Мы с ней играли, складывали сувениры. Мама рассказывала, что привезла ее из Кыргызстана, когда родители приезжали меня забрать. Чтение – одно из любимых занятий девочки. Из Кыргызстана тоже везет домой несколько книг и учебник по кыргызскому языку. Полгода не только начали учить кыргызски, но и значительно изменили рацион. В кармане в качестве перекуса – курут, на столе – порсоки. На днях научились готовить национальное блюдо – бешбармак. Мы задержались здесь на полгода, потому что хотели, чтобы она узнала страну, узнала людей, узнала место, где родилась. Гордилась тем, что она из Кыргызстана. Нам тоже нравится здесь. Если бы была возможность остаться на год, мы бы остались. Даже не покинув Кыргызстан, Одриа Сель уже планирует вернуться обратно. Красивый, самобытный край, где она родилась, да и для нее еще много интересного. Дарья Тимофеева, Нурлан Тасмаев, Самата Лыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бешкек. Горнолыжные курорты Кыргызстана привлекают все больше туристов. Правда, пока преимущественно местных, рассказывает Алена Островская. Киргизия делает ставку на зимний туризм. Горнолыжные курорты работают в самых живописных уголках среднеазиатской страны. Правда, пока сюда приезжает больше местных жителей, чем иностранцев, говорит глава департамента туризма Дамир Уулумаксат. Мы сейчас хотим сделать так, чтобы количество приезжающих из зарубежных стран увеличивалось. Юрий последние 30 лет ежегодно встает на лыжи. Он считает, что власти недостаточно делают для полноценного развития зимнего туризма. Хотелось бы, чтобы государство приняло в этом посильное участие построить современные канатные скоростные дороги, а не то, что у нас здесь сейчас на данный момент в стране есть старые списанные канатные дороги со всего мира. Несмотря на это, Киргизия, одна из беднейших стран на постсоветском пространстве, в последние годы привлекает все больше туристов. Утрасль становится заметной частью экономики и занимает 13-е место по своему вкладу в ВВП. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Смотрите Крым. Реалии в эфире телеканала «Настоящее время». Нас вынудили на это. 16 гражданских, 14 из которых евреи, были арестованы за попытку угона пустого самолета в Ленинграде. Я была готова сражаться, противостоять КГБ. Русские же даже сейчас пытаются выставить эту группу террористами. Это твоя камера? Это не филиал.